Субтитры создавал DimaTorzok 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 Один из тот realtor Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и достаточных компонентов. Это принцип производительности или генетический принцип, гласящий, что ничто не может возникнуть из ничего или перейти к ничтам. И принцип закономерности, согласно которому ничто не происходит незакономерным, произвольным образом. Это объясняется всеобщим универсальным взаимодействием, признание существования которого означает, что любая вещь так или иначе прямо или косвенно воздействует на другие и в свою очередь испытывает воздействие непосредственно или посредственно этих других вещей. Такая цепь связи и взаимодействий, объединяя тем лечить вещи в целую единую систему, не прерываясь нигде и никогда. Признание хотя бы одного беспричинного явления противоречило бы признанию материального мира. Совокупность всех услуг, необходимых и достаточных для осуществления соответствующих изменений данного явления при взаимодействии с другими явлениями, в философии принято называть основанием, а не причиной. Карта следствия имеет своим основанием причину, как активно действующий фактор и совокупность всех необходимых и достаточных условий. Действительно, теоретическое опознание заставляет нас признать, что каждое явление набудется в самых многообразных зависимости и первые отражения, одно из проявлений со стороны самых различных условий. С этой точки зрения, выделять одно из условий, как преимущественное под особую титулу причина, представляется простым переживком антроповарфис, антроповарфис, антроповарфиснованного мышления. К сравнению, допустим, у нас в уголовном праве часто применяются теории главной причины, то есть выделяется только одна главная, как бы, и от нее быть сохранительный результат. С философской точки зрения это абсолютно неприемлемо. Всеобщий характер взаимосвязи вещей не исключает, однако, их относительно обособленности, изолированности одних от других. В общем взаимодействии причина и следствие находятся в геолитическом соотношении. Всякая причина в одной из двух времен может быть и следствие. Всякое следствие может стать причиной нового явления. Человеческое понятие причины и следствия всегда, насколько упрощает объективную связь и мнений, искусственно изолирует те или иные стороны единого мирового процесса. Диалектика связи и обособленности, как металлогический принцип, означает, что для познания вещи необходимо раскрыть, в каких отношениях и как она связана, и в каких отношениях она обособлена. Еще в церкви я писал, чтобы понять отдельные явления, мы должны вырвать их сли общей связи и рассматривать их изолированно. В таком случае, а в таком случае, сменяющее движение выступает перед нами одно как причина, другое как следствие. В самом деле, чтобы установить причинную связь между событиями А и Б, объяснить данное событие Б, указывая причину А, или предсказать возможные последствия Б1, Б2, Б3 и так далее, известные нам причины А, нужно не только указать соответствующие признаки причинности, но и отцепиться от всех прочих событий, кроме А и Б, в данном пространстве на временной области. Итак, для того, чтобы вскрыть причину, внутреннее и внешнее обоснование как улыбку поведения отдельной вещи, надо, во-первых, выделить эту относительно изолированную систему, элементом которой является данная вещь, во-вторых, скрыть главные взаимодействия внутри этой системы, определяющие данное поведение системы, и, в-третьих, найти часть причины, выраженную внутренней оберудованной вещи, и часть причины, выраженную оберудованной внешней воздействии. Понятие причинности связано с представлением о силовом воздействии, о порождении, и даже более узко, об основной силе такого порождения, о начальном исходном действии. Причиной выступает всегда активная вещь, привождающая изменяться другие вещи, одновременно пребывая в состоянии какого-то специфического действия. Именно активный характер причины позволяет выделять, выделить ее из всей совокупности необходимых и достаточных явлений. Как пишет известный философ-портер, концепция детерминизма выражает активность материи, ее субстанциональность. Таким образом, понятие производительности, составляющая сущность философского принципа причинности, непосредственно отражает фундаментальное свойство всех материальных систем, свойства активности, которые, в свою очередь, служат в своеобразном выражении неуничтожимости материи. Если встать на точку зрения материальности и объективности причинной связи, то причинность представляет перед нами как нечто, связанное с передачей массы, энергии, информации, с поражением следствия причины, возникновением новых вещей и так далее. Эти философские положения имеют насополагающее значение и для определения причинной связи в уголовном, в том числе и в технологии. Михаил Давыдович Шаргоровский, известный специалист в университете уголовного права, наверное, многие знают, в Валду, заведующий пятый уголовного права нашего Ленинградского государства университета Грица, я считаю его, как и своим, духовным, является научным отцом. Многие идеи, которые он разрабатывал, я постарался продолжать в своих работах. Так вот, он писал. Принципиальными предпосылками для правильного теоретического разрешения проблемы причинности в праве должно являться то, что а. Существует единое философское учение о причинности как объективной закономерности природы и общества, на основе которого и в соответствии с которым может и должна решаться проблема причинности в конкретных науках. То есть, еще раз повторяю, уголовное, есть единое понятие причинности. Нет причинности в уголовном праве отдельной, нет, в гражданском праве, есть единое понятие причинности. и об этом как раз повторял тот же самый Михаил Дмитриевич Лучший Оговоровский. Он писал, что учение причинной связи в праве должно быть единым для всех областей права и решать вопрос о причинении в следствии, исходя из общих теоретических положений для всех случаев ответственности за противоправные результаты. Первое положение представляет собой антологический аспект проблемы причинности и принимается или должно приниматься каждым ученым, стоящим на материстической позиции. Эту идею мы полностью восприняли в своей эротерской диссертации причинной связи в уголовном проекте в вопросе теории и практики. Любое материальное событие, процесс, как и любые иные материальные события, могут определить только другими материальными процессами и только ими. причинность всеобщей закон природы общества. Этот закон одинаково распространяется на биологические, физические, физиологические и иные процессы и явления. Он может по-разному проявляться в объективной реальности, однако всегда везде выражается вот такую зависимость между явлениями природы общества, при которой одна из них причина поражает другую взгляд. Поэтому никакое другое явление, кроме того, которое дается материально материстической философии не мог быть дискотным при разрешении причинной связи в правилах. Следующие два принципа, лежащие в основе определения причинной связи в правилах, имеют методологическое значение. Это принцип искусственного изолирования явлений и правила мысленного исключения при определении причинной связи. «Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу истории человечества или нашу собственную духовную деятельность, писал тот же процеду Херниса в антидюринге, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связи и знамонезий. Несмотря однако на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все равно не достаточно для объяснения частностей, из которых она слагается. А пока мы не знаем их, нам неясна и общая картина. Чтобы познавать отдельные стороны, в частности, мы выдумываем вырывать их из естественной или исторической связи и слинуть канды в отдельности по ее свойствам, по ее особо причинам и следствиям. В диалектике природа околдает эту мысль. Взаимодействие вот первое, что вступает перед нами. Только исходя из этого универсального взаимодействия мы приходим к действительным казуальным отношениям. Чтобы понять отдельные влияния, мы должны вырвать эти общие связи и рассматривать их изолированно. А в таком случае сменяющиеся явления выступают перед нами одно как причина, другое как следствие. В современной философии эти положения являются общепризантами. В самом деле, пишет философ на летом, чтобы установить причинные связи с событиями А и Б выяснить данные явления нужно установить причинную связь между этими явлениями. И поэтому причинность представляет только одну линию в двухлинейном, если взять простейший вариант отношений и взаимодействия именно от причинных следствий. Не продолжение этой линии, становление следствия причинной в дальнейшем. Не обратно движения следствия причин не входят в собственное причинность, а представляют собой момент взаимодействия. Позднее на основе этих философских положений мы сформулировали так называемое золотой правило причинности или правило определения причинной связи. Если мы выделим интересующее нас явление применения к праву действия человека и всей суммы предшествующих факторов мы найдем то последствия не произошло бы или произошло бы иным путем или в иное время, то следует признать, что данное явление действия является условием данного последствия. Если вы окажете то последствия наступила бы в том форме параметры, то это значит, что действие не является условием последствия и между ними нет причины связи. То есть, если комбинация А и С дает явление А, а комбинация А, Б не дает этого эквиваля, то это служит доказательством того, что явление действия С является условием последствия А. Российские ученые, в том числе и специалисты в области уголовного права всегда признавали объективный характер причинности существующих не наше сознание. В частности, Тимейко писал «Причинность всеобщий закон природы общества». Этот закон одинаково распространяется на биологические, физиологические, социальные и иные процессы явления. Поэтому никакое другое понятие причинности, кроме того, которое является материстической философией, не может быть исходной при нарушении причинной связи уголовного права. Речь везде должна найти об одной и той причинности связи вещей природы. От признания каких-либо особенностей причинной связи в том или ином случае, один шаг к нарушению второго основополагающего положения причинной связи должна быть единой для всех научных дисциплин. В свое время по этому поводу уголовного права разбиралась дискуссия о возможностях существования уголовно-правовой причинности. Большинство юристов высказались против такой возможности. Изменение понятия причинности для какой-либо науки означает не только субъективный подскорканье, но прежде всего отход одного из основных положения материализма единства объективной как равномерности природы и общества. Необходимо прежде всего обратить внимание на недопустимость противопоставления философского и физического понятия противности. Это неизменно ведет к тому, что философия использована лишь для права словца. А по вершине практических аспектов каузальности изобретаются различные специфические критерии причины связи, которые запутывают дело и не дают общепетологические критерии разграничения причины связи на базе которых только и возможно рассмотрение физических и всяких иных зависимостей одних явлений от других. Причинность повторять всеобщий закон первого общества. он может по-разному проявляться в объективной реальности однако всегда и везде выражается вводим такую зависимость между явлениями природы общества при которой одно из их причин поражает другое связь. Поэтому никакое другое явление кроме того которое дается материстической философии не мог быть исходным при заключении причины связи правил но по-головному права не создает особого понятия причинности независимо от философского понятия причинности преступная действие человека писал древесионный юрист Сергеевский специалист по-головному праву преступная действие человека направляющая воспроизведение известного последствия точно также никогда не действует одна исключительно преступный результат всегда вызывает совместное действие сил природы и многообразных сил природы для того чтобы совершить самомолевшее действие необходимо провести движение массу сил природы и вне этих последних никакое действие не приведет к когда мы говорим что человек причинил известное преступное последствие то этим утвердаем лишь одно именно то деятельность является одним из условий этого последствия следующей подпосылкой для правильного решения проблемы причинности будет признание действительности активности причины в философии это положение является общепризнанным несмотря на заверения некоторых юристов что философская категория причинности не характеризуется таким признаком как активность вот этот вот признак возможно и не активность причины вот этот характер только для природного а вот само понятие причины зависит от признания ее активности мы имеем определенное представление о причинности писал упомянутый мой термин поскольку имея представление об активности широко известно высказывание проявления причина которая не действует не есть вовсе причина в современной трактовке оно звучит так сам факт что нечто действует возбудит это нечто в рамках причины данного события отсюда признаваемое нами акадуальное бездействие то есть то что бездействие не является причиной ничего причинить не может и все эти допустим упомянутые в учебниках где-то в экспозиции что мать может убить свою ребенку путем бездействия и так далее являются ненаучными и недоказательными применим применим золотой право причинности бездействия и увидим что оно бездействие не причиняет и причинить не может и включим мысли на бездействие лица не оказавшая помощь погибающего на берегу утопающего хотя бы обязанного эту помощь оказывать и оттариться что утопающий точно так напосыл бы готов как в присутствии так и в воздействии бездействующих есть на берегу кто-то утонет нет на берегу никого точно так и пойдет к одному или возьмем классический пример который любят приводить противники в нашу позицию мать не коррит свой ребенок и ребенок умирает якобы на лицо причине смерти матерства мороз спросим а если ребенку 20 лет и ребенок умирает понесет мать ответственность за это но они говорят надо речь о маленьком ребенке а спросим какого три года год новорожденного могут ли сторонники причине бездействия указать возраст ребенка при котором имеется причинность и возраст после которого она отсутствует довесится причинная связь есть 0-0 часов она как в известной сказке куда-то испарилась и вдумаемся может ли быть причинная связь а мы об этом много раз говорили что это связь объективная зависит от такого субъективного фактора как возраст потерпевшего я думаю что нет значит нет и не может быть причинной связи при бездействии ответственность наступает не за последствия всегда а за сам факт бездействия как за допущение этих последствий тот факт что лицо обязанное вмешаться в развитии причинной следственной связи на первом районе не сделало должного не изменяя ее первоначального характера правильно писала в свое время на юристах Санкт-Петербург переграф и так далее сэра Андреева ну представим приходят к врачу раненому и он не оказывает помощи раненого от нашего родителя кто понесет ответственность за убийство кто причинил след брать наверное тот кто ударил ножом а для врача есть отдельно статья 124 уголовного кодекса обязанная помощь и право то есть засадка бездействия то есть при бездействии все проще не нужно нам доказать ни причинной связи ничего доказали бездействие указано в законе все несет ответственность дальше нам на непосредствии ничего не надо устанавливать ничего не надо признать бездействующей причиной например пожара можно было бы только тогда когда возможно было бы такое построение не было бы здорово не загорелся бы дом не было бы пожарной кармазы не было бы пожара но расширять понятие причины за счет отрицательных условий неверно так как таких условий бесчисленное множество еще еще два причина действительно бездействие бездействие не обладает активности причины а потому не может ничего причинять таким образом исходя из философских основ причинной связи не искать и не прилегать к ее особенностям при бездействии потекает аквазуальность бездействия то есть непричинаемость бездействия об этом писал упомянутый Михаил Довид Шаргоровский побытки обосновать причинение при бездействии не совместимы с принципом единого философского понятия причинности на основании изложенного можно сделать вывод что под причиной связи следует понимать процесс возникновения явления если мы хотим установить причинную зависимость конкретного явления то мы должны по определенной последовательности установить те силы которые выявили какую-либо действительность для возникновения этого явления однако с тем же право не каждый единичный из этих сил может рассматриваться как причина явления ибо существование последнего настолько зависит от каждой единичной силы то если исключить хотя бы одну из них то отпадет и само явление поэтому каждая единичная сила которая сообщает жизнену силу своей массе остальных силу всей массе остальных сил является без нее мертвым тем самым делаем казуальными все остальные силы спасибо за внимание спасибо за субтитры